Чарговые воинские звания, медали и слова по дяке. Сегодня у Гомеля ушановывали воинов-интернационалистов. Святочное мероприемство наведал наш корреспондент Олег Сентюров. Усё почалось с так званой Красавицкой революции 1978 года в Афганистане. И еще раз в несколько месяцев Советский Союз заключил с этой республикой договор о дружбе и супрацовнестве. На подставке этого документа влады Афганистана взвернулись до советского кировництва с просьбой о допомоге по обороне завоевания в революции. 25-го Снежня 1979-го в 16-е годы 30 хвилин по московским часе почался увод войсков. Афганцы сусоркали шуравей, як сябров. Сирот ты, кто первым почал выконовать интернациональный долг, был Иригор Гургенком. Отночение для афганского народа было очень доброжелательно. Если по пути следовательства мы останавливались, всегда они подходили, интересовались. Спасибо, что приехали. И, естественно, наша задача была оказание помощи. Сегодня войну в Афганистане называют первой антитеррористической операцией у най-новшей истории на передании 30-ти годы выводу обмежеванного контингенту советских войск. Ее у денег из НУСа брались и разум. Место сусречи областной музеи военной славы стало уже традиционным. У речи, это еще и символично. Воины-интернационалисты стали достойными нащадками ветерану Великой Ачины. Слово подяки от кировництва в области и заслуженной узнагороды. Старшине областной организации Белорусского союза ветерану войны в Афганистане Михаилу Жулькевичу присвоено звание подполковника запаса и всем афганцам медалей. У воинов-интернационалистов Шматузнагород, в таблику боевых орден Червоной Зорки, медалей за боевые заслуги и за адвагу, в эти дни они отримуют еще один медаль. 30 годов вывода Советского войска из Афганистана скажут, что самим не верится. После закончания той войны прошло уже 30 годов. Зараз в Афганской области наличивается 3637 афганцев. В минулом году проведено обследование умов проживания их и семьи загинувших с заказанием необходимой допомоги. И еще одна важная задача захования историчной памяти на наступном тыдне отбудется презентация книги «Афганский альбом. Замечание на далекой войне». Это будет уникальное выдание об людях, які сумненно выконали свой воинский долг. Для нас в то время солдат срочной службы на самом главном было выполнить приказ Родины, свою присягу, свои обязанности. Политическую оценку сейчас многие деятели пытаются дать, но она не дана до сих пор. Надо, не надо. Такой вопрос для меня, честно говоря, не стоит. Для меня стоял и стоит вопрос одно – честно выполнить свой долг. Олег Синчуров, Владимир Копанько, Телерадо и компания «Гомель».